Некогда дружественные друг к другу страны, ныне не имеющие никаких дипломатических связей, Турция и Сирия, похоже, готовы растопить лёд в отношениях. Но сумеют ли президенты Турции и Сирии Реджептайб Эрдоган и Башар Асад восстановить былую дружбу между двумя государствами? Вопрос, который волнует многих сегодня. Недавние заявления Эрдогана и Асада оставляют надежду, если не на прежний уровень отношений, то хотя бы на возможную встречу двух лидеров после многих лет. Касаясь перспектив восстановления дипотношений между Турцией и Сирией, Эрдоган заявил об отсутствии причин, по которым их не следует восстанавливать. Турецкий лидер также заявил, что Турция никогда не ставила перед собой цели вмешиваться во внутренние дела Сирии. Ранее Асад в ходе недавней встречи со спецпредставителем президента России по сирийскому регулированию Александром Лаврентьевым заявил, что Дамаск позитивно относится к инициативам по нормализации отношений с Анкарой на основе уважения, суверенитета и борьбы с терроризмом. Кроме того, как отмечают эксперты, у двух стран есть несколько объективных причин для налаживания отношений ввиду сложившейся геополитической ситуации в регионе. Официальные данные, в данный момент в Турции живет около 5 миллионов сирийских беженцев, так называемые. И поэтому для того, чтобы сирийские беженцы могли возвращаться в родину, требуется договариваться с правительством Сирии. В ближайшее время ожидается новый конфликт на Ближний Востоке. Наверное, это будет между Израилем и Ливаном, Хизбулла. Для того, чтобы этого конфликта останавливать, Российская Федерация пытается нормализовать отношения между Турцией и Сирией. Посредником в нормализации связей выступает Кремль, который не раз заявлял о готовности предоставить площадку для переговоров Эрдогана и Асада. Первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии также состоялись в Москве в декабре 2022 года. Далее в марте 2023 должна была пройти встреча по сирийскому вопросу на уровне заместителей глав МИД четырех стран Турции, России, Ирана и Сирии. Однако встреча не состоялась, как заявили официально, по техническим причинам. Единственным вариантом нормализации является то, чтобы Турция продемонстрировала, что она открыто выполняет требования Дамаска, чтобы Дамаск мог сказать, что мы вышли практически победителями. Для этого Турция должна вывести из Сирии войска. Естественно, для Турции это неприемлемо. Турция и намерена вести переговоры с Дамаском и начать процесс нормализации, в том числе обсуждая процессы вывода войска, одновременно с этим решая иные проблемы двусторонних отношений. 2011 год стал переломным в отношениях Турции и Сирии. Незадолго до кризиса стороны поддерживали тесные связи. Взаимные визиты двух лидеров были обыденностью, а торговый оборот между государствами был на высоком уровне. В 2009 году Турция и Сирия подписали меморандум об объединении газотранспортных систем обеих стран. Все изменилось в период начала так называемых арабских революций. Когда в Дамаске начались массовые волнения, Турция выступила на стороне противников главы Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Турция также создала на севере Сирии свои военные базы. В течение последних 13 лет лидеры двух государств обменивались нелестными высказываниями в адрес друг друга. И только сейчас, когда ситуация на Ближнем Востоке накалена до предела, появилась надежда на нормализацию связей. Состоится ли долгожданная встреча лидеров и последующий мир? Вопрос открыт. Но прежними стратегическими партнерами они вряд ли будут.